друзья всем огромный привет и лето в этом году выдалось у нас очень замечательная красивая яркая которая подарила нам очень много света тепла и конечно же светлых красивых легких фотографий и сегодня у нас как раз именно такая обработка давайте мы заглянем немного вперед и посмотрим какое изображение у нас было и что в итоге мы с вами получим я сразу же хочу высказать слова благодарности замечательному фотографу из саратова максима черевиченко который предоставил нам и эти фотографии для сегодняшнего видео вы только посмотрите какие замечательные фотографии делает максим и обрабатывать такие снимки одно удовольствие если у вас нет подобных фотографий к этому уроку вы можете скачать фотографии который предоставил на максим они будут находиться по ссылке в описании к этому видео и конечно же вы можете ознакомиться со страничкой максима ссылочка на его инстаграм будет также в описании этому видео итак друзья у нас сегодня lightroom мы как всегда будем использовать в обработке тоновую кривую вы на канале арт фото лайк меня зовут серджио и поехали итак друзья вот перед нами это замечательная фотография мы ее с вами обработаем а потом сохраненные настройки мы применим к другим фотографиям максима который он нам великодушно предоставил для нашего сегодняшнего видеоролика итак друзья когда мы обрабатываем портрет первым делом что мы делаем мы должны подобрать профиль если вы обрабатываете на телефоне с этим немного сложнее потому что не все профили raw файла читает мобильный lightroom но если вы обрабатываете на пк то соответственно вам и больше козырей в руки и никогда не упускайте этот момент и так обязательно смотрим профиль как правило adobe портрет делает более мягкую кожу вы наверное заметили как у нас появился легкий заметный такой персиковый оттенок на цвете кожи она немного сама кожа у нас немного разгладилась вы конечно же можете перебрать и выбрать другие профили но скорее всего обрабатывая именно вот такой портрет особенно высоком ключе вам наверняка больше всего как и мне понравится adobe портрет итак друзья первым делом выбрали профиль что мы с вами делаем дальше давайте мы с вами теперь добавим информацию цветах это делается за счет того что мы ползунок света уводим влево и вот как вы видите сразу вот здесь вот на в ручках на внутренней стороне на белом платьишке у нас исчезли белые пересветы и появилась информация которая читается фотография сразу выглядит конечно же объемнее и теперь добавляем тени когда мы тени прибавляем на плюс то у нас получается некий аналог hdr это мне не всегда нравится потому что в этом случае у нас теряется объем тени все-таки должны быть более темный так фотография выглядит более объемный как и я уже сказал поэтому мы делаем ну где-то примерно вот в данном случае я думаю что у 75 наверное будет достаточно теперь друзья давайте поработаем с гистограммы и как вы видите у нас верхнем углу гистограммы ездил такие вот кнопочки квадратные мы на них кликаем они у нас обвелись такой вот белой рамочкой и теперь мы с вами двигаем точку черного влево и как вы видите у нас вот появляются такие вот пиксели это говорит о том что эти области у нас теряют информацию поэтому мы должны подобрать такое значение при котором этот темный пиксель ну чуть 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 проявляется вот еле-еле заметен и таким образом мы с вами как бы останавливаемся на той границе когда глазу это наиболее всего комфортно разглядывать то же самое мы с вами и сделаем с точкой белого двигаем вправо и пока не увидим первые красные пиксели давайте сделаю посильнее вот видите на кончике носа и здесь вот на платьишке это говорит о том что фотографии пересвечены нам необходимо прибавить ее до самых самых первых пикселей и так друзья гистограммку мы выровняли она у нас стала ровненькая красивая нигде нет завалов все находится в рамке одного графика ничто не вываливается кнопочки мы теперь можем снять и далее друзья что мы с вами делаем теперь теперь мы с вами поработаем с балансом белого это самое главное в портрете многие фотографы делают сразу фотографии потеплее и уже обрабатывают вот именно таким вот образом я все-таки сторонник более честных более таких правильных цветов которые мы наблюдаем поэтому давайте мы с вами сделаем вот что мы с вами перейдем в панели чисел желтый цвет поднимем до максимум на плюс 100 увеличим фотографию до плюс 100 и посмотрим есть ли у нас на коже желтый артефакт и вот тут вот немного я вижу ну кое-где проявляется еле заметно на лице на руках и вот теперь давайте мы с вами баланс белого немножко подвинем влево чтобы у нас убрались вот эти вот желтые артефакты это как раз лечится именно балансом белого и так зажимаем и удерживаем кнопочку shift именно таким образом ваше движение будет более ювелирные более плавные и чуть-чуть чуть-чуть двигаем слегка влево буквально я остановлюсь на значении 5 540 я также обращаю внимание на цвет кожи он у меня не должен становиться слишком холодный все друзья и так с желтым и цветом поработали здесь соответственно в чисел не забудьте перенасыщенность скинуть в исходную позицию и продолжаем дальше работать и так возвращаемся мы опять в панель базовых настроек и как вы помните по городской фотографии мы с вами текстурку обычно прибавляли если вы увеличите фотографию побольше сделаете на сто процентов вы увидите что текстура нам дает дополнительную неровность шероховатость кожи наверное на мужских портретах это будет смотреться круто брутально но только не на женских особенно портрет молодой девушки поэтому в данном случае мы текстуру с вами убавляем но не сильно буквально где-то значение я думаю что наверное давайте вот минус 14 мы остановимся самое главное чтобы кожа не потеряла текстуру и что мы сделаем с четкостью давайте посмотрим как работает четкость четкость у нас работает как такой локальный контраст и поэтому в данном случае четкость мы конечно же прибавим но также слегка удерживаем кнопочку shift и давайте добавим четкости буквально плюс 5 возвращаем изображение к исходному масштабу теперь давайте поработаем с кривой мы с вами при помощи кривой rgb добавим фотографию немного контраста и так переходим в тоновую кривую кликаем на белый кругляшок у нас появляется кривая rgb теперь с кривой мы с вами работаем зажимая кнопочку alt также таким образом наши движения будут более плавные более ювелирные и мы можем двигать точки кривой буквально на один шаг и так друзья я зажимаю кнопочку alt и точку черный это та . которая отвечает у нас за самые темные области я приподнимаю немного вверх буквально где-то на значение 10 наверное будет достаточно и да друзья если вы работаете опять с портретом особенно если работаете с женским портретом не забывайте что ваша фотография должна быть нежной легкой и красивой поэтому поэтому очень аккуратно работайте стоновой кривой забудьте все то что вы делали в городских фотографиях здесь абсолютно другой подход здесь уже не нужно так сильно сгибать кривые иначе вы получите дикий контраст вы получите жесткую такую обработку которая просто никому не понравится и самое главное не понравится девушки ну или заказчику которому вы делаете обрабатываете такую фотографию итак друзья теперь мы с вами вот здесь вот где-то примерно на пересечении нижнего квадратика также зажимаем кнопочку alt и тянем немного вниз вот у нас средние тона поехали немного вниз и теперь самую среднюю точку давайте поднимем немного вверх и примерно вернем ее в исходное положение как вы знаете что исходное положение это . когда имеет координаты 128 на 128 но у меня 128 на 127 все-таки когда вы обрабатываете фотографии на цифры обращайте меньше внимания больше внимания обращайте именно на сам цвет и свет и теперь давайте мы с вами точку белого это та . которая отвечает за самые светлые участки мы с вами опустим слегка ниже вот таким вот образом пожалуй и сделаем еще больше читаемые наши светлые участки на нашем изображении и среднюю точку которая находится здесь посидиме мы можем поднять немного вверх таким образом получить дополнительный контраст все друзья здесь мы с вами все сделали теперь друзья самое главное я всегда возвращаюсь к ползунку который я не тронул в базовых настройках и вам советую так делать сам непосредственно контраст обязательно покрутите его подвигайте и найдите такое оптимальное значение которое в сочетании с кривой выдаст вам наиболее красивый наиболее интересный светотеневой рисунок в данном случае у меня контраст на минус 9 следующим шагом друзья мы продолжаем с вами работать с кривой давайте мы с вами сделаем более интересные цвета соответственно мы будем работать сейчас в красном канале и да друзья как я уже сказал не злоупотребляйте кривыми когда вы работаете с портретами ваши действия должны быть очень аккуратными итак в красном канале мы зажимаем кнопочку alt кликаем на середину и получаем значение 128 на 128 это именно самый центр здесь уже нужно наверное все-таки смотреть на эти цифры потому что любое отклонение даже хоть на один малейший шаг может вам дать дополнительные какие-то ненужные паразитные цвета которые только испортят ваш снимок и так друзья теперь давайте мы перейдем вот сюда вот видите вот здесь вот у нас есть такой квадратик и у нас есть . которая находится посередине этого квадратика зажимаем кнопочку alt и двигаем эту точку немножко немножко ниже вот примерно на такое значение совсем чуть-чуть таким образом мы в темные участки добавляем аквамарина такого холодненького цвета и теперь давайте точку которая находится вот здесь вот так же посередине можно либо чуть-чуть повыше ближе к средней точке также мы опустим немного ниже буквально чуть 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 вот таким вот образом так друзья теперь переходим с вами в зеленый канал итак друзья здесь делаем ровным счетом все то же самое находим среднюю точку 128 на 128 и также опускаем слегка эту точечку и вот эту точечку но только совершенно чуть чуть немного меньше чем эти точки двигали в предыдущем красном канале иначе у нас полезет фиолетовый цвет я его на данном изображении получать не хочу переходим в синий канал также с вами зажимаем alt также с вами находим среднюю точку 128 на 128 если у вас не получается то вы можете вот сюда кликнуть в окошко и выставить данные вручную при помощи калькулятора на вашей клавиатуре теперь друзья точку черно вот эту левую точку мы поднимаем с вами немного вверх таким образом получаем в тенях красивые синие оттенки буквально где-то вот ну назначение там 67 я думаю будет достаточно и теперь друзья вот эту точку с которой мы с вами работали в предыдущих каналах мы опускаем немного вниз немного немного вниз а вот эту точку которая находится ближе к среднем и наоборот повышаем немного вверх вот таким вот образом у нас как бы в левой части кривой синего канала появляется легкая s-образная кривая которую мы видим именно начинается от центра и уходит влево и вниз вот в этой части области у нас появилась легкая еле заметная кривая здесь у нас практически ровная суда мы в света лезть не будем и так 100 новой кривой пожалуй все после работы 100 новой кривой у нас немного как всегда меняется контраст и давайте мы с вами поработаем я хочу изображение сделать еще чуть-чуть помягче и я подвину ползунок контрастности буквально с минус 9 до минус 30 вот так пожалуй меня устроит уже больше итак друзья теперь работаем с цветом переходим в канал и чисел и нам необходимо теперь с вами поработать с цветами а цвета мы здесь видим какие синий это у нас небо да за них будет отвечать скорее всего аквамарин и синий за цвет кожи как вы знаете отвечает в основном оранжевый цвет ну и иногда бывает где-то оттенки красного также влияют на цвет кожи и так друзья давайте мы с вами посмотрим если у нас красный на коже красный у нас здесь только видите на губной помаде мы можем сделать слегка поярче но не сильно не злоупотребляем назначение плюс 9 я остановлюсь теперь непосредственно мы давайте красный сделаем чуть чуть потеплее чуть 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 вот таким вот образом буквально назначение ну наверное плюс 7 теперь давайте посмотрим что мы будем делать с оранжевым и так оранжевый у нас когда мы двигаем вправо у оранжевый цвет становится более такой желтый ядовитый на самом деле не очень красивый и когда мы двигаем влево то цвет кожи модели становится не очень красивый он приобретает слишком много розовых оттенков итак друзья давайте мы оранжевый цвет сделаем в данном случае немножко покрасивее и пожалуй пожалуй я его наверное подвину в сторону красных оттенков буквально на минус 3 и у кожи появляется такой легкий персиковый красивый цвет и давайте мы сразу наши девочки добавим немножко загара мы оранжевый возьмем и подвинем чуть-чуть влево совсем чуть-чуть я думаю что минус 7 будет достаточно итак друзья работаем дальше с цветами давайте мы с вами наверно доработаем желтый цвет и пожалуй желтый цвет я уберу в сторону красных оттенков где-то примерно на наверное на минус 40 и здесь желтый я практически приглушу я уберу его назначение минус 80 таким образом чтобы вот это вот поле на заднем фоне она как бы перетягивает у меня внимание потому что здесь находится такое желтое пятно мы его снивелировали и у нас модель должна выходить на передний план за счет того что она имеет более яркий более красивый цвет в данном случае цвет кожи потому что платье ну белая белый как мы знаем это не цвет ну в том понимании что его нет в цветовой схеме и так друзья теперь у нас синий цвет давайте мы с вами синий немножечко прижмем насыщенность буквально вот на минус 30 пожалуй минус 30 сделаем его такой более легкий и друзья обращаю ваше внимание когда вы обрабатываете портреты вот не делайте пожалуйста вот такое вот небо но это давно уже не камильфо я не буду сейчас называть тех авторов которые злоупотребляют вот такими оттенками продают достаточно дорого пресеты вот с таким вот непонятным небом в итоге смотришь инстаграм ну я не знают какой-то атомный взрыв просто на все не надо так делать не надо если вы обрабатываете город делайте что хотите если вы обрабатываете портрет особенно женский не надо извращаться просто возьмите и синий уберите немного в сторону от фиолетовых буквально на чуть-чуть буквально назначение минус 5 не больше и вы получите красивый цвет небо замечательный просто который смотрите как удачно гармонирует с цветом кожи и так друзья теперь зеленый давайте мы зеленый вами приглушим где-то буквально назначение я думаю что минус 90 минус 92 теперь давайте посмотрим что мы будем делать с яркостью наших цветов и так друзья синий я бы сделал чуть-чуть посветлее я в городских фотографиях люблю делать темнее но на портрете мы с вами делаем синий все-таки посветлее я сейчас предлагаю немножко отвлечься и посмотреть куда мы двигаемся не забывайте это делать чтобы вам не оторваться от исходника и не накрутить что-то слишком много лишнего и так давайте посмотрим вот такое изображение у нас было какое-то было стало согласитесь ничего лишнего но фотография стала более приятная взгляду и так друзья у нас здесь есть еще ползунки фиолетовые пурпурные мы их с вами не трогаем я смею предположить что у нас этот цвет есть вот здесь вот на ноготочках и если мы с вами здесь будем что-то мудрить мы скорее все этот цвет потеряем он станет немного другой и вероятно и вероятно девушки не понравится что мы исказили цвет на ее маникюре на которой она наверное достаточно потратилась и наверняка его любит и так друзья в этой панели пожалуй все давайте мы теперь с вами сделаем виньетку резкость мы с вами пропускаем не будем мы с вами работать с резкостью не будем не будем делать лишнюю детализацию на коже давайте мы с вами поработаем с виньеткой мне не очень нравится что вот здесь уголки у нас затемнились и мы сделаем виньетку с вами наоборот светлую мы вот так вот слегка сделаем уголочки посветлее надо зажать shift а то у меня убегает ползунок и подобрать такое более интересное значение вот таким вот образом и сразу же я добавлю сюда градиент низ фотографии я сделаю чуть чуть потемнее сброшу двумя кликами все значения и экспозицию виду влево буквально чуть-чуть буквально на 05 я думаю будет достаточно таким образом я вверх сделал посветлее не за сделал потемнее и таким образом фотография выглядит более сбалансированная при обработке портрета вы можете конечно экспериментировать но я вам не очень советую заходить сюда иначе вы получите непонятно что когда вы обрабатываете классический портрет в классическом цвете лучше не мудрить с теми настройками которые дают сильные искажения что мы сюда добавим друзья еще так это зерно давайте мы с вами увеличим фотографии на сто процентов вы можете убедиться вот в этой панели что у нас настройка как раз сто процентов и когда вы работаете с резкостью шумом и зернистостью вы конечно же обязательно должны это делать именно на значении сто процентов но увеличение сто процентов давайте мы с вами добавим зерно смотрите вот на 30 фотографии мы уже видим что становится слишком слишком зернистой у нас зерно должно быть но не должно так явно бросаться в глаза и поэтому я удерживаю shift и добиваюсь такого зерна при котором я получу естественную зернистость которую мы ну хотели бы видеть если бы это было скажем так пленочная фотография и так значение 20 пожалуй будет достаточно давайте посмотрим что будет если сделать покрупнее появляются такие непонятные шумы я бы сделал наоборот немножко поменьше где-то вот значение наверное 15 вот такая вот легкая зернистость вместо резкости мы с вами поработали зернистостью во первых это у нас добавила текстуру в коже вы помните мою раньше вот в этой панельке мы ее немножко придушили до текстуру и теперь при помощи зерна мы эту текстуру вернули таким образом мы кожу разгладили а теперь добавили в нее текстуру и вот здесь друзья еще есть такой ползунок неровность и когда вы двигаете его вправо то ваше зерно становится более такое рваная поэтому смотрите это как говорится на вкус и цвет я обычно этот ползунок трогаю крайне крайне редко возвращаемся мы к исходному значению добавили зерна наша фотография стала такой вот замечательный и теперь следующим шагом мы с вами переходим конечно же в раздельное тонирование или color grading и давайте мы с вами поработаем теперь с тенями в городе мы с вами привыкли делать тени синенькие холодненькие здесь мы и так холода добавили уже при помощи кривых холода я имею ввиду в темные средние оттенки да вы помните что мы канал синего двигали вверх канал красного двигали вниз аквамарин и это все у нас синие оттенки так что синего нам здесь достаточно и теперь давайте мы сделаем наоборот вот сюда мы на наш синий теперь наложим как раз теплый свет и тени сделаем теплые давайте мы сделаем для начала посильнее где-то насыщенность я поставлю на 30 и теперь могу подвигать и подобрать значение смотрю я на кожу друзья мои я хочу подобрать чтобы цвет кожи был красивей и я заметил что как правило у меня это значение колеблется где-то вот в районе 33-40 вот пожалуй на значение 35 я остановлюсь и теперь непосредственно насыщенность мы давайте доведем до такого состояния когда у нас фотография будет не слишком теплая заодно видите у нас небо становится фиолетовое нам это не нужно мы должны добавить совсем чуть-чуть я думаю что 10 будет достаточно 10 кнопочка мы можем посмотреть было стало было стало совсем чуть-чуть незаметно средние тона как вы знаете у нас отвечает за цвет кожи мы также сюда можем добавить оттенки которые сделают нашу кожу красивее средние тона ну как правило в районе 25 23 ну просто заметил что чаще выставляю именно этот параметр конечно же я смотрю не на цифры да смотрю сначала на цвет а потом уже обращаю внимание что я задерживаюсь примерно на одних и тех же цифрах то есть тот свет который мне наиболее предпочтителен и так saturation то бишь насыщенность мы с вами сильно трогать не будем я думаю что назначение 7 можно остановиться и теперь света друзья вот что я вам хотел еще сказать про цвета многие привыкли у нас что делать многие у нас привыкли делать цвета вот такие вот и получать вот такую вот непонятную грязь и почему-то до сих пор многие блогеры фото блогеры продолжают это делать я вам друзья не советую а что я вам посоветую случае того когда мы средние темные участки наложили скажем так теплый фильтр цвета я вам строгать вообще не советую давайте мы их оставим чистенькими и не будем сюда лезть что-то тут сочинять и нагромождать мы с вами в кривых сделали холодные тени а потом наложили легкий теплый фильтр и получили вот такой вот красивый цвет в тенях ну что еще нужно мне кажется ничего и так друзья двигаемся дальше давайте мы теперь перейдем ползунок сочность вернемся в базовые настройки посмотрим что будет если мы с вами будем двигать с точность до сочность можно добавить так фотографии смотрится ярче красивее но я думаю что здесь также злоупотреблять не нужно плюс 15 будет достаточно итак друзья мы фотографию с вами обработали но я здесь изначально хотел добавить винтажный эффект тем более вы давно об этом просили вот у нас с вами классическая фотография красивая давайте еще раз посмотрим какое изображение у нас было какое мы получили ну мне здесь все нравится но я хочу добавить винтаж я его тоже очень сильно люблю итак друзья как мы добавляем с вами винтаж итак друзья мы переходим с вами в кривую rgb это белый кругляшок как вы помните у нас образовалась вот такая вот кривая и теперь давайте мы двумя кликами освободим кривую вот от этой нижней точки и теперь зажимаем кнопочку alt и двигаем точку черного повыше выше повыше и получаем вот такую вот легкую дымку и теперь друзья мы вот здесь вот точечку которая не совсем посередине а чуть чуть правее также зажмем alt и опустим опустим слегка вниз и добьемся такого эффекта при котором на нашей фотографии появится легкий винтаж и соответственно если вы не любите вот этот эффект винтажа вы можете регулировать его вот здесь вот точкой черного поднимая вверх или опуская вниз я хочу добавить винтаж чтобы он у меня был еле заметный вот таким вот образом и друзья вот что я сюда хотел бы добавить самым последним шагом это добавить вот сюда вот небольшое такое засветление скажем вот этого угла чтобы получить эффект луча который у нас падает на нашу девушку греет ее и дарит ей вот такое счастливое выражение лица и так я беру радиальный фильтр добавляю его вот сюда вот таким вот образом так давайте скину насыщенность яркость оставлю я это делаю для того чтобы отрегулировать растушевку она у меня просто видите стояла положение минусовом и поэтому были такие грани так и давайте мы с вами выберем положение вот такой вот сделаем наш свет чуть-чуть потеплее назначение 29 и и я сильно не буду двигать вперед экспозицию восстановлюсь где-то на единице может быть единица запятая единица вот пожалуй вот так ну что друзья смотрим окончательный результат и так у нас фотография вот такая была изначально это наш исходник и вот такое изображение мы с вами получили теперь друзья давайте посмотрим у меня есть еще три фотографии которые обработаны с этой же девушки в этой же фотосессии спасибо максим что дал нам такой богатый выбор и смотрите друзья что мы теперь делаем выбираем ту фотографию которую мы обрабатывали зажимаем кнопочку shift кликаем на крайнюю фотографию у нас все фотографии выделились нажимаем вот сюда синхронизировать выбираем те настройки которые мы будем с вами синхронизировать локальные настройки я включать не буду все остальное я применю и нажимаю синхронизировать давайте друзья посмотрим вот на это изображение здесь можно добавить немножко зелени прям слегка чуть-чуть вот таким вот образом можно добавить немного синевы давайте посмотрим было стало было стало замечательно здесь ничего крутить и не нужно и давайте посмотрим еще вот на это изображение и здесь я пожалуй немножко добавлю желтенького потому что под солнышек стал такой слишком бледненький да пожалуй наверное как ну либо можно поработать с кистью чтобы у нас фон оставался таким менее желтым более сереньким а сам подсолнух был более ярче и здесь как видите у нас даже по гистограмме видно слишком убежала у нас экспозиция поэтому мы ее давайте слегка вернем вот сюда вот образом и можно сделать помягче контраст и здесь вероятно можно сделать чуть-чуть потеплее а сочность я бы даже здесь прибрал вот таким вот образом и так давайте посмотрим было стало было стало ну что ж друзья я вернусь к первоначальной фотографии и сохраню все настроечки в пресет и давайте мы этот пресет назовем в честь автора максим это конечно же не его обработка это обработка моя но максиму огромное спасибо за его замечательные снимки и так пресетик будет называться у нас максим и режим профиль баланс белого и экспозицию я не буду сохранять пресет эти настройки они все-таки индивидуальные и создаем пресет а на этом друзья все если видео было тебе полезно не забудь поставить лайк и подпишись чтобы не пропускать следующие полезные и нужные для тебя видео уроки по обработке фотографий если ты был терпеливым и досмотрел это видео до конца то полученный сегодня пресет качать ты можешь его в описании к видеоролику но не к этому а вот к этому я думаю что ты легко его найдешь он выходил совсем недавно а на этом друзья все желаю вам творческих высот прекрасных замечательных фотографий всем пока и до до следующего видео